Здравствуйте подписчики моего канала и просто любители карт Таро 78 дверей. Сегодня мы открываем новую линейку раскладов на новых картах. Очень красивых, очень интересных. Я думаю, они вам тоже понравятся. И расклад будет называться «Как найти моего мужчину? Почему я одинока?». И первая карта нам расскажет причина одиночества. В чем она заключается? Причина одиночества. Причина одиночества заключается в том, что вы готовы, в принципе, на отношения. У вас сейчас обнуление, вы закончили какой-то этап в старых отношениях, вы готовы в новые. Стоите, ждете, где он, тот самый принц на белом коне. Так, следующие две карты. Какие отношения были для вас, были бы для вас идеальными? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, такие какие-то болезненные отношения, как мы все любим, когда мужчина выносит на мозг, да, чтобы оно приносило какой-то боль, какие-то переживания, какие-то впечатления, какие-то эмоции. И вторая нам карта скажет, чтобы обязательно в этих отношениях появился все-таки ребенок, да, то есть возможность была, скажем, ну, во-первых, выбор, чтобы у вас был, да, выбор и что-то новое, связанное с ребенком. То есть вы хотите сейчас себе ребенка, независимо ни от чего, даже если у вас выросли дети, вы хотите вот прямо с нуля начать с человеком, да, пройдя какие-то болезненные переживания, чтобы эти отношения принесли определенные плоды. Так, что бы вы хотели получить для этих отношений? Вы хотите получить удовольствие, вы хотите получить большую семью, чтобы около вас было много людей, чтобы вы не были одиноки, чтобы вот чувствовать себя нужной, да, то есть дарить кому-то знание, тепло, комфорт. У вас огромное нерастраченное чувство любви. Чего вы боитесь? Чего вы боитесь? Вы боитесь сумасшедшего развития событий. Вы боитесь такого мужчину, который на вас будет напирать, который будет за вас решать, который будет говорить, давай-давай-давай, поехали, давай переезжай, давай все бросай. То есть вот как раз вот такого развития отношений как-то страшновато. То есть мужчина, который возьмет все в свои руки, для вас почему-то страх вызывает. К чему вам нужно стремиться? Вам нужно стремиться все-таки пробивать какие-то стены, свои комплексы, убирать, избавляться от чего-то ненужного в своей жизни, да, и, ну, разломать свои вот комплексы и какие-то фобии и двигаться вперед. Вот это вот нужно преодолеть в себе. Так, от чего вам нужно избавляться? От чего вам нужно избавляться? Ну, может быть, от того, что вы очень самодостаточно умеете зарабатывать деньги. И, может быть, все-таки дать возможность мужчине за вас решать проблемы и вас содержать. То есть не нужно быть такой уверенной, самодостаточной, сильной женщиной, да, которая сидит и зарабатывает деньги. Чем вы готовы пожертвовать ради этих отношений? Я бы сказала, что вы готовы пожертвовать очень многим, и вы готовы сбросить с себя вот эти все тяжелые проблемы, на все плюнуть, махнуть рукой и уехать на край света. От чего вы никак не можете отказаться? Не можете отказаться от возможности духовного, магического, эзотерического развития, от возможности двигаться, скажем так, вверх, от возможности отказаться, скажем, от каких-то своих пониманий высших сил и так далее. То есть все, что связано с вашим магическим, духовным, эзотерическим развитием, точно нет, вы никогда не откажетесь. Это для вас выше всего. Так, что вам будет помогать найти этого человека? Ну, я бы сказала, даже ничего не надо помогать, потому что вы такая теплая, комфортная, излучающая тепло, любовь. Может быть, нерастраченное чувство любви вам поможет найти мужчину, которому это необходимо. То есть вы излучаете тот свет, на который слетаются мотыльки. То есть мужчины, которые, ну, скажем, чувствуют вашу энергию, они сами появляются, не знаю, с интернета, соцсети, откуда угодно. Что может вам помешать, то, что вы сейчас ничего не предпринимаете, или ситуация, которая не дает развитию. То есть вы не ищете специально, вы занимаетесь своими делами, да, вы вроде бы готовы двигаться вперед, но, может быть, время не подошло. И три карты итога, что они нам покажут. Так, смотрите. Я бы сказала, что сейчас есть такой мужчина, очень такой мощный, энергичный король мечей, который настроен на ваши отношения, да, который, вот, видимо, пытается на вас давить, что бросай и переезжай, да. И он, как бы, будет главный в этих отношениях, при том, что он король мечей, у него безумная к вам любовь. Он хочет семью, детей, он хочет все, что с вами связано. Вот его не интересует ни возраст, ни вес, ни внешний вид. Вот это та самая любовь, которую высшие силы прямо выискали вам на краю света. А вы, как вариант, еще можете попытаться от этого уйти. То есть вас может, кстати, напугать вот этот вот натиск мужчины, да, который пообещает вам все на свете, а вас это будет очень сильно пугать. Вот у кого ситуация похожа на этот расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.